Первое сообщение о несчастном случае на воде в минувшие выходные дежурным департамент Апачаэс поступило с Арысского района. По словам вызывавших, в реке Сырдарья недалеко от города Арыс, по неосторожности утонул 43-летний житель Ленгера. Через полчаса на месте происшествия уже работали спасатели, но по горячим следам тело погибшего мужчины найти не смогли. В поисках были задействованы четыре человека и одна единица техники. В этот же день тело погибшего водолаза найти не смогли, и поиски были продолжены в последующие два дня. В результате поисковых работ 25 июля утром в 7.57 спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины и передали его сотрудникам местного РОВД. 24 июля в 17.40 поступило еще одно сообщение о несчастном случае в водоеме. В реке Келес в Сырагашском районе на неохраняемой спасателями акватории при ловле рыбы по неосторожности утонул 35-летний житель села Бустандык. В 18.20 труп погибшего был извлечен из воды очевидцами происшествия. В минувшие выходные спасатели продолжили поиск тела 13-летнего мальчика жителя села Каскасу, утонувшего 1 июля в реке Сайрамсу. В операции приняли участие уже десятки человек, но пока безрезультатно. На этом участке реки бурное течение. Тело могло быть снесено водой далеко вниз от места трагедии. В ходе поиска сразу тело подростка найдено не было. Согласно распоряжению руководства комитета по ЧАЭС, работы по поиску утонувших должны вестись от 3 до 7 дней. Тем не менее, мы по своей инициативе искали погибшего до 16 июля, то есть более двух недель. Потом поиски были прекращены. Сегодня, 23 июля, по заявлению родителей, мы вновь приступили к поисковым работам. Всего же с начала года в водоемах области уже погибло 52 человека, 32 из них дети, не достигшие совершеннолетия. Как говорят спасатели, несмотря на всю проводимую агитационную и просветительскую работу, люди продолжают гибнуть вследствие грубейших нарушений правил безопасности на воде. Главными причинами трагедии остаются купание в нетрезвом состоянии, посещение неохраняемых водоемов и оставление малолетних детей возле воды без присмотра. Даниар Худайбергенов, Галунжан Ерназаров, Ербол Макашев. Информационная служба телекомпании «Утрар». «Утрар»